Сидели расстаратели круг огонька в лесу. Четверо больших, а пятый парнишечка, Лет так восьми не больше, Фидюнькой его звали. Давно всем спать пора, Да разговор занятный пришёлся. В вартелке, видишь, один старик был, Детка Ефим. С молодых годов он из земли Золотую кропку выбирал. Мало ли каких случаев у него бывало, Он и рассказывал, а старатели слушали. Отец уж сколько раз говорил Фидюньке, Ложился бы ты, Тюнька, спать. Парнишечку охота послушать. Погоди, тятенька, я маленечко ещё посижу. Ну вот, кончил детка Ефим рассказ, На месте костерка одни угольки остались, А старатели всё сидят, Да на эти угольки глядят. Вдруг из самой серединки Вынырнула девчоночка махонька, Вроде куклёнки, оживая, Волосёнки рыженькие, Сарафанчик голубенький, И в руке платочек тоже с голуба. Поглядела девчонка весёлыми глазами, Блеснула зубёнками, Подбоченилась, платочком махнула И пошла плясать. И так у ней легко да ловко выходит, Что и сказать нельзя. У старателей дух захватила. Глядят, не наглядятся, А сами молчат, будто задумались. Девчонка сперва по уголькам Круги давала, Потом, видно, ей тесно стало, Пошире пошла. Старатели отодвигаются, Дорогу дают, А девчонка как круг пройдёт, Так и подрастёт маленько. Старатели дальше отодвинутся, Она ещё круг даст, И опять подрастёт. Когда вовсе далеко отодвинулись, Девчонка по промежуткам В охват людей пошла, С петлями у неё круги стали. Потом и вовсе за людей вышла, И опять ровнёхонько закружилась, А сама уже ростом сфидюньку. У большой сосны остановилась, Топнула ножкой, зубёнками блеснула, Платочком махнула, как свистнула. Щит-тью! Тут филин заухал, захохотал, И никакой девчонки не стало. Кабы одни большие сидели, Так, может, ничего бы дальше и не случилось. Каждый, видишь, подумал, Вот до чего на огонь загляделся, В глазах зарябила, Неведомо что померещится, С устатку-то. Один фидюнька этого не подумал И спрашивает у отца, «Тятя, а это кто?» Отец отвечает, «Филин, кому ж больше-то? Не уж не слыхал, как он ухает». «Да не про филина я, Его-то по-ди-кою знаю, И ни капельки не боюсь, Ты мне про девчонку скажи». «Про какую девчонку?» «А вот которая на углях плясала. Ещё ты и все отодвигались, Как она широким кругом пошла». Тут отец и другие старатели Давай доспрашивать фидюньку, Что он видел. Парнишечка рассказал. Один старатель ещё спросил, «Ну-ка, скажи, Какого росту она была?» «Сперва-то не больше моей ладошки, А под конец чуть не с меня стало!» Старатель тогда и говорит, «А ведь я тюньше Точь-в-точь такой же дивы видел». Фидюнькин отец и ещё один старатель Это же сказали. Один дед Ефим трубочку сосёт И помалкивает. Старатели приступать к нему стали, «Ты, детка Ефим, что скажешь?» «А то и скажу, что это не видел, Да думал, померещилась мне!» А выходит, и впрямь Огневушка-поскакушка приходила. «Какая пускакушка?» Дедка Ефим тогда и объяснил. Слыхал, дескать, от стариков, Что есть такой знак на золото, Вроде маленькой девчонки, Которая пляшет. Где такая пускакушка покажется, Там и золото. Несильное золото, зато грудное И не пластом лежит, А вроде редьки посажены. Сверху, значит, пошире круг, А дальше всё меньше да меньше И на нет сойдёт. Выроешь эту редьку золотого песку, И больше на том месте делать нечего. Только вот забыл, В котором месте ту редьку искать, То ли где поскакушка вынырнет, То ли где она в землю уйдёт. Старатели и говорят. Это дело в наших руках. Завтра пробьём дудку сперва на месте костерка, А потом под сосной испробуем. Тогда и увидим пустяшный твой разговор, Или в самом деле, что на пользу есть. С этим и спать легли. Фидюнька тоже калачиком свернулся, А сам думает, Над чем это филин хохотал? Хотел у детка Ефима спросить, Да он уже похрапывать принялся. Проснулся Фидюнька на другой день поздненько и видит, На вчерашнем огневище большая дудка вырыта, А старатели стоят у четырёх сосен, И всё говорят одно. На этом самом месте в землю ушла. Фидюнька закричал. Что вы, что вы, дяденьки? Забыли, видно, Вовсе поскакушка под этой вот сосной остановилась, Тут и ножкой притопнула. На старателей тут сомнение пришло. Пятый пробудился, Пятое место, говорит. Был бы десятый, Десятый бы указал. Пустое, видать, дело. Бросить надо. Всё ж таки на всех местах испытали, А удача не вышла. Детка Ефим и говорит Фидюньке, Обманыви на твоё счастье. Фидюньке это не Люба показалась, Он и говорит, Это деда филин помешал, Он наше счастье обухал да обхохотал. Дед Ефим своё, говорит. Филин тут не причина. А вот и причина. Нет, не причина. А вот и причина. Спорят так-то вовсе бестолку, А другие старатели над ними, Да и над собой смеются. Старые да малые оба не знают, А мы, дураки, их слушаем да дни теряем. С той вот поры старика и прозвали Ефим Золотая Редька, А Фидюньку Тюнькой Поскакушкой. Ребятишки заводские узнали, Проходу не дают, Как увидят на улице, Так и заведут. Тюнька Поскакушка, Тюнька Поскакушка, Про девчонку скажи, Скажи про девчонку. Старику от прозвища Какая беда, Хоть горшком назови, Только в печку не ставь. Ну, а Фидюньке по малолетству Обидно показалось. Он и дрался, и ругался, И ревел не раз, А ребятишки пуще того дразнят. Хоть домой с прииска не ходи. Тут еще перемена жизни У Фидюньки вышла. Отец-то у него на второй женился. Мачеха попалась, Прямо сказать, медведица. Фидюньку и вовсе от дома отшибла. Детка Ефим тоже нечасто Домой с прииска бегал. Намается за неделю ему И неохота идти, Старые ноги колотить. Да и не к кому было, Один жил. Вот у них и повелось. Как суббота, Старатели домой, А детка Ефим с Фидюнькой На прииске останутся. Что делать-то? Разговаривают о том, о другом. Детка Ефим рассказывал Побывальщины разные, Учил Фидюньку, По каким лагам золото искать И прочее так. Случалось и про поскакушку вспомнят. И все у них гладко да дружно. В одном сговориться не могут. Фидюнька говорит, Что филин всей неудачи причина, А детка Ефим говорит, Вовсе не причина. Раз так-то заспорили, Дело еще на свету было при солнышке. У балагана все-таки огонек был От комаров курева. Огонь чуть видно, А дыму много. Глядят, в дыму-то появилась Махонькая девочка. Точь в точь такая же, Как тот раз, Только сарафанчик потемнее И платок тоже. Поглядела веселыми глазками, Зубенками блеснула, Платочком махнула, Ножкой притопнула И давай плясать. Сперва круги маленькие давала, Потом больше да больше И сама подрастать стала. Балаган на пути пришелся, Только ей это не помеха. Идет, будто балагана и нет. Кружилась, кружилась, И как ростом с Фидюньку стала, Так и остановилась у большой сосны. Усмехнулась, Ножкой притопнула, Платочком махнула, Как свистнула, Фидью! И сейчас же Филин заухал, Захохотал. Детка Ефим подивился, Откуда Филину быть, Коли солнышко еще не закатилось? Видишь вот, Опять Филин наше счастье спугнул, Поскакушка-то, может, От этого Филина и убежала. А ты разве видел поскакушку? А ты разве не видел? Начали они тут друг дружку Расспрашивать, кто что видел. Все сошлось, Только место, где девчонка в землю ушла, У разных сосен указывают. Как до этого договорились, Так детка Ефима и вздохнул. Ох-охо! Видно, нет ничего, Одна это наша думка. Только сказал, А из-под дерна по балагану Дым повалил. Кинулись, А там жертвник под деревом затлел. По счастью, вода близко была, Жи его залили. Все в сохранности осталось. Одни дедовые рукавицы обгорели. Схватил Фидюнька рукавицы И видит дырки на них, Как следочки от маленьких ног. Показал это чудо детке Ефиму И спрашивает, Это, по-твоему, тоже думка? Ну, Ефиму податься некуда, Сознался. Правда твоя, Тюньша, Знак верный, Поскакушка была. Придется, видно, Завтра опять ямы бить, Счастье пытать. В воскресенье И занялись этим с утра. Три ямы вырыли, Ничего не нашли. Детка Ефим Жаловаться стал. Наше-то счастье Людям смех. Фидюнька опять Вину на филина кладет. Это он, Пучеглазик, Наше счастье Обухал да обхохотал. Вот по его палкой. В понедельник Старатели прибежали Из-за воду. Видят свежие ямы У самого балагана. Сразу догадались, В чем дело. Смеются над стариком-то. Редька-редьку искал. Потом увидели, Что в балагане Пожар начинался. Давай их ругать обоих. Фидюнькин отец Зверем на парнишку Накинулся, Чуть не поколотил, Да детка Ефим Застоял. Постыдился бы Мальчонку строжить. Без того он у тебя Боится домой ходить. Задразнили Да загрызли парнишка. Да и какое его вина? Я подико оставался. С меня и спрашивай, Коля у тебя урон, Какой случился. Золу, видно, Из трубки высыпался гоньком, Вот и загорелась. Моя опложка, Мой и ответ. Отчитал так-то Фидюнькиного отца. Потом и говорит парнишку, Как никого из больших Близко не было. Эх, Тюньша, Тюньша, Смеется над нами Поскакушка. Другой раз случится увидеть, Так ей в глаза надо плюнуть. Пускай людей с пути не сбивает, Да на смех не ставит. Фидюнька свое заладил. Деда, она не со зла, Филин ей вредит. Твое дело, Говорит Ефим, А только я больше Ямы бить не стану. Побаловался и хватит. Немолодые мои годы За поскакушкой скакать. Ну, разворчался старик, А Фидюньке все поскакушке жаль. Ты, деда, не сердись на нее, Вон она какая веселая Да хорошая, Счастье бы нам открыло, Как бы не Филин. Про Филина Дедка Ефим промолчал, А на поскакушку все ворчит. То-то она счастье тебе открыла, Хоть домой не ходи. Сколько не ворчит, Дедка Ефим, А Фидюнька свое. А как она, деда, ловко пляшет? Пляшет-то ловко, Да нам от этого ни жарко, ни холодно, И глядеть неохота. А я бы хоть сейчас поглядел, Вздохнул Фидюнька. Потом и спрашивает, А ты, деда, отворотишься, И поглядеть тебе не любо? Как не любо, Проговорился Дедка, Да спохватился, И давай опять строжить Фидюньку. Ох и упорный ты, парнишка, Ох и упорный! Что в головенку попало, То и засело. Будешь вот, Что мое же дело, Всю жизнь мыкаться, За счастьем гоняться, А его, может, Вовсе и нету. Как нету, Коля я своими глазами видел? Ну, как знаешь, А я тебе не попутчик. Набегался, Ноги заболели. Поспорили, А дружбу вести не перестали. Дедка Ефим По работе сноравлял Фидюньке, Показывал, А в свободный час О всяких случаях рассказывал. Учил, значит, Как жить-то надо. И самые веселые у них Те были дни, Когда они вдвоем На прииске оставались. Зима загнала старателей По домам. Рассовал их приказчик До весны По работам, Куда пришлось. А Фидюнька По малолетству Дома остался. Только ему дома-то Не сладко. Тут еще новая беда пришла. Отца на заводе Покалечила. В больничную казарму Его унесли. Ни жив, Ни мертв лежит. Мачеха И вовсе медведицей стала. Загрызла Фидюньку. Терпел он, терпел, Да и говорит, Пойду не то я К детку Ефиму жить. А мачехе что? Провались ты, Кричит, Хоть к поскакушке своей. Надел тут Фидюнье пимешки, Шубейку-ветродуйку По кромкой Покрепче затянул. Хотел отцовскую шапку надеть, Да мачеха не дала. Натянул тогда свою, Из которой давно вырос, И пошел. На улице первым делом Парнишки налетели, Дразницы стали. Тюнька-поскакушка, Тюнька-поскакушка, Скажи про девчонку. Фидюнька, знай, Идет своей дорогой. Только и сказал, Эх вы, Несмышленыши. Ребятам что-то стыдно стало. Они уж вовсе по-доброму спрашивают. Ты куда это? К детку Ефиму. К золотой редьке? Кому редька? Мне детка. Далеко ведь, Еще заблудишься. Знаю, Пади-ка дорогу. Ну, замерзнешь, Вещь ту же какая, У тебя и рукавиц нет. Рукавиц нет, Да руки есть, И рукава не отпали. Засуну руки в рукава, Только и дело. Не догадались. Ребятам занятно показалось, Как Фидюнька разговаривает. Они и стали спрашивать по-хорошему. Тюньша, Ты правда поскакушку в огне видел? И в огне видел, И в дыму видел. Может, еще где увижу, Да рассказывать не досуг, Сказал Фидюнька, Да и зашагал дальше. Детка Ефим то ли в косом броду, То ли в северной жил. На самом выезде, Сказывают, Избушка стояла. Еще перед окошком Сосна бортевая росла, Далеконько все ж таки. А время холодное, Самая середина зимы. Подзамерз наш Фидюнюшка, Ну, дошагал все ж таки. Только ему за дверную скобку взяться, Вдруг слышит, Фидю! Оглянулся, На дороге снежок крутится, А в нем чуть метлесит клубочек, И похож тот клубочек На поскакушку. Побежал Фидюня поближе разглядеть, А клубочек уж далеко. Фидюня за ним, Он того дальше. Бежал, Бежал за клубочком, Да и забрался В незнакомое место. Глядит, Пустолесье какое-то, А кругом лес густой. Посередине пустолесья Береза старая, Будто и вовсе не живая. Снегу около нее Намело гора горой. Клубочек подкатился К этой березе, Да вокруг нее и кружится. Фидюнька в азарте-то не поглядел, Что тут и тропочки нет, Полез по цельному снегу. Сколько, думает, бежал, Не уж спятится. Добрался-таки до березы, А клубочек и рассыпался. Снеговой пылью Фидюньке в глаза брызнул. Чуть не заревел От обиды Фидюнька. Вдруг у самой его ноги Снег воронкой до земли протаял. Видит Фидюнька, На дне-то воронки поскакушка. Веселенько поглядела, Усмехнулась ласково, Платочком махнула И пошла плясать, А снег-то от нее бегом побежал. Где ей ножку поставить, Там трава зеленая Да цветы лесные. Обошла круг, Тепло Фидюньке стало, А поскакушка шире Да шире круг берет. Сама подрастает, А полянка в снегу Все больше да больше. На березе уж Листочки зашумели. Поскакушка того Больше старается, Припевать стала. У меня тепло, У меня светло, Красная летечка. А сама волчком да волчком Сарафанчик пузырем. Когда ростом С Фидюнькой выровнялась, Полянка в снегу Вовсе большая стала, А на березе птички запели. Жарынь, Как в самый горячий день летом. У Фидюньки с носу пот каплет. Шапченку свою Фидюнька давно снял, Хотел и шубенку сбросить. Поскакушка и говорит, Ты, парень, Побереги тепло-то, Лучше о том подумай, Как назад выберешься. Фидюнька на это и отвечает, Сама завела, Сама выведешь. Девчонка смеется, Ловкий какой, А если мне не досуг? Найдешь время, Я подожду. Девчонка тогда и говорит, Возьми-ка лучше лопатку, Она тебя в снегу согреет И домой выведет. Поглядел Фидюнька, У березы лопатка старая валяется, И заржавела вся, И черенок расколотый. Взял Фидюнька лопатку, А поскакушка наказывает, Не леди из рук не выпусти, Крепче держи, Да дорогу-то примечай, Назад тебя лопата не поведет, А ведь придешь весной-то. А как же, Непременно прибежим с детком Ефимом, Как весна, так мы и тут, Ты тоже приходи поплясать. Не время мне, Сам уж пляши, А детка Ефим пусть притопывает. Какая у тебя работа! Не видишь, Зимой лето делают, До таких, как ты, Работничков забавляю. Думаешь, легко? Сама засмеялась, Вертнулась волчком И платочком махнула, Как свистнула, Фидю! И девчонки нет, И полянки нет, И береза стоит голым, Галешенька, Как неживая. На вершине Филин сидит, Кричать не кричит, А башкой ворочает. Вокруг березы, Снегу намело, Гора горой. В снегу, Чуть не по горло, Провалился Фидюнька, И лопаткой на Филина машет. От поскакушкина лета Только то и осталось, Что черенок у Фидюньки В руках вовсе теплый, Даже горячий. А рукам тепло И всему телу весело. Потянула тут лопата Фидюньку И сразу из снега выволокла. Сперва Фидюнька Чуть не выпустил лопату из рук, Потом наловчился, И дело гладко пошло. Где пешком за лопатой идет, Где волоком тащится. Забавно это Фидюньке, А приметки ставить не забывает. Это ему тоже легонько далось. Чуть подумает засечку сделать, Лопатка сейчас тюк-тюк, Две ровнешеньких зарубочки готовы. Привела лопатка Фидюню К деду Ефиму затемно. Старик уж на печь полез. Обрадовался, конечно, Стал спрашивать, как да что. Рассказал Фидюнька деду про случай, А старик не верит. Тогда Фидюнька и говорит, Посмотри вон лопатку-то, В сенках она поставлена. Принес дедка Ефим лопатку, Да и углядел, по ржавчине-то Золотые таракашки посажены. Целых шесть штук. Тут деда поверил маленько и спрашивает, А место найдешь? Как отвечает, не найти, Коль дорога замечена. На другой день дедка Ефим Раздобыл лыжи у знакомого охотника. Сходили честь честью. По зарубкам-то ловко до места добрались. Вовсе повеселел дедка Ефим. Сдал он золотых таракашков Тайному купцу. И прожили ту зиму безбедно. Как весна пришла, Побежали к старой березе. Ну и что? С первой лопатки Такой песок пошел, Что хоть не промывай, А прямо руками золотина выбирай. Дедка Ефим даже поплясал На радостях. Прихранить богатство Не сумели, конечно. Фидюнька малолеток, А Ефим хоть старик, А тоже простота. Народ со всех сторон кинулся. Потом, понятно, Всех согнали начисто, И барин за себя это место перевел. Недаром, видно, Филин башкой-то ворочил. Все-таки детка Ефим С Фидюнькой хлебнули маленько Из первого ковшечка. Годов с пяток В достатке пожили. Вспоминали поскакушку. Еще бы показалось разок. Но не случилось больше. А прииск тот И по сейчас зовется Поскакушкинский.